Здравствуйте, добрый вечер, мы в прямом эфире, это студия-репортер, меня зовут Григорий Блайда. Отопительному сезону в Одессе, в центре Одессы, таки быть, на сессии городского совета буквально час-полтора назад депутаты одобрили выделение 95 миллионов гривен теплоснабжению города Одессы на покрытие долгов перед нафтогазом Украины. Таким образом, появился шанс, что пресловутая Одесская ТЭЦ, которая признана, напомню, банкротом и чьи производственные мощности в связи с этим были остановлены, заработает уже со дня на день. Напомню, Одесская ТЭЦ обслуживает 300 тысяч одесситов в центре города, на Пересопе, на Молдаванке и в других исторических районах города. Представляю наших экспертов. Станислав Драганов, Евгений Мальнев, эксперт общества «Жилищный союз» и Николай Самых, юрист. Наш интерактив. У вас уже включили отопление, да, либо нет, в конце посчитаем, подведем итоги. Итак, означает ли это решение Горсовета, что ТЭЦ заработает и тепло в батареях одесситов появится в ближайшее время? Ну, как говорят и чиновники, скорее всего, это произойдет, наверное, на следующей неделе, как вы считаете? Ну, у меня уже в Добе подано тепло. А тепло... Вы в центре живете? В центре нет. Но все дело в том, что... В спальных районах не получится ситуация. Наверное, надо различать, все же таки, это самостоятельные юридические лица. Теплоэлектроцентраль города Одессы, который находится на Пересопе, и теплопостаточание места Одессы, которое имеет... Находится на Пересопе. Северную, да, северную, южные котельные и так далее. Вот. Если мы говорим о том решении, которое принято на сессии городского совета, я сейчас знакомился с его проектом, то деньги выделены теплопостаточанию министра Одессы, да? А каким образом это будет уже влиять на правоотношение двух юридических лиц теплоэлектроцентрали и коммунального предприемства, непонятно. Поэтому с точки зрения выделения средств надо было выделять для погашения долгов, без сомнения надо, иначе бы люди остались без тепла. Нафтогаз в долг не дает. И поэтому альтернативы этому решению, с этой точки зрения, не было. Надо было принимать решение. Ну, по сути, стоит объяснить, что правоотношения идут между несколькими субъектами. Абоненты должны теплоснабжению города Одессы. Теплоснабжение города Одессы должно Одесская ТЭЦ. Одесская ТЭЦ должна нефтегаза Украины. И вот долги на всех уровнях практически, начиная от абонентов, заканчивая нефтегазом, привели к тому, что в ноябре месяце плюс три за окном, и в домах большинства одесситов до сих пор холодные батареи. Почему до сих пор, не знаю, Мэрия, ТЭЦ, другие какие-то структуры, почему до сих пор дотянули до того момента, пока, извините, петух, так сказать, не прокукарекал? Как вы считаете? Тут, на самом деле, много причин, как это все происходило. Действительно, самая главная проблема, что не было какого-то планового подготовки к зимнему сезону. У нас, как обычно, почему-то зимний сезон наступает неожиданно. Никто его не ожидал. И перед зимним сезоном за месяц, может быть, за полтора, только начинается массовая подготовка. Хотя, по закону, с 12 мая должны были уже запустить систему полностью, то есть должна была быть система готовности с 12 мая. Этого не происходит в очередной раз. И мы наблюдаем такую позицию, что Горсовет вынужденно собирается на внеочередную сессию и принимает решение о выделении 95 миллионов гривен, опять-таки, для поддержания долговых обязательств той же ТЭЦ. Есть информация, была информация, проскочила в одном из СМИ о том, что нефтегаз, а все ждали, может быть, город надеялся на то, что нефтегаз и, учитывая долги, включит, подключит ТЭЦ, ну как же не подключить 300 тысяч населения, да? То есть надеялись на авось. Верите ли вы в эту конспирологическую версию? Я думаю, что в целом на авось надеяться никогда не стоит, как бы авось-авось, а сам не плашает, да, то есть, на богу, надеюсь, сам не плашает, но в то же время в нашей ситуации это все прогнозируемо. То есть не знали ли чиновники об этом, знали давно. Могли ли это решить вопрос раньше, спокойно могли. Причем, если вы замечаете, что сейчас происходит на сессии, это погашение долгов, но не причины, из-за которой эти долги возникли. То есть, зная патовую ситуацию, стоя по посещанию места Одессы, возможно было спокойно эти долги пересчитать. То есть, есть такая юридическая норма, позволяющая сделать прорахунок бургив, и таким образом можно было понизить ставку, которая сейчас у нас возникла. То есть, такая сумма сумасшедшая долга возникла не потому, что они должны эту сумму, а потому, что накапала пеня, которая начислялась уже давным-давно. То есть, это не первый год, к сожалению, эта ситуация у нас злится. И только в этом году мы замечаем, что начали раскапывать трубы, начали хотя бы их заменять. До этого просто паяли то, что до этого, ну как бы, то, что спаивать уже невозможно. На секущий момент прорывы настолько глобальные, что решили просто сделать замену в этом году. То, что мы сегодня наблюдаем, я так понимаю, что на замену у них не хватило опять-таки денег. И вот такая ситуация. Ну, одно дело, это замена труб, что мы видели в прошлом году на Сигецке, сейчас видим на Канаде и в других районах города. Но другое дело, это монстр под названием Одесская ТЭЦ, который обеспечивает треть населения города, находится в состоянии банкротства, находится в ужасающем техническом состоянии. Почему это происходит в городе-миллионнике? При этом нет никакой альтернативы этому предприятию, который является в центре города фактически монополистом. Альтернатива всегда есть. Ну, это теоретическая, но практически, де-факто, ее сейчас в Одессе не существует. Ну, если вы знаете, есть городская программа о том, что массово всем устанавливают бойлеры, связанные именно с тем, что у нас перебои с теплом в домах наблюдается. Есть такая программа, она разрабатывается, возможно, уже, ну, как бы она обсуждалась, по крайней мере, на очередной сессии городского совета. Что будет после этого происходить? Будут ли устанавливаться бойлеры? Как они будут устанавливаться? Газовые это будут либо электрические, а тоже пока еще... Давайте поясним, для отопления, либо для горячей воды в душе? Для отопления в том числе. То есть их можно завязать таким образом, что они будут идти либо на горячую воду только, либо дополнительно можно... Да, потому что я слушаю вас, для меня это пока теория, потому что я не вижу этого, этой реализации на практике. Большинство домов, да, это теоретическая альтернатива. Да, но де-факто люди к этому не готовы, и люди сидят без тепла. Кто заинтересован в том, чтобы ТЭЦ в нынешнем виде существовала и работала или не работала? Ну, это такой, знаете, философский вопрос. Дело в том, что, насколько я знаю ситуацию, город давно борется за то, чтобы эта ТЭЦ перешла в собственность города, насколько я знаю. Ну, по всей видимости, где-то там в Киеве есть интересы, которые не позволяют решить эту проблему в интересах города-миллионника и его жителей. Я думаю, что давно пора эту территорию вместе с оборудованием передать в коммунальную собственность и принять решение, нужна ли эта ТЭЦ в том виде, в каком она есть, либо использовать эти площадки для строительства более современного теплогенерирующего оборудования и предприятия. Давайте вернемся к тем 95 миллионам гривен, погашенного сегодня на сессии Горсовета долга. Это тот минимум, который должен был быть оплачен нафтогазу для того, чтобы он подал газ на мощности ТЭЦ. Но мы не забываем, что ТЭЦ сейчас находится на стадии банкротства, либо уже признана банкротом. Не противоречит ли это с юридической стороны оплата денег предприятию, которое признано банкротом? Может ли оно запуститься? Потому что на сессии Горсовета сегодня начальник Департамента финансов заявил о том, что с юридической стороны не очень все прозрачно в данном случае. Но это вынужденная, опять же, повторюсь, мера. Дивите, так, если действительно обратить внимание на такую ситуацию, то нужно визначити, что деньги выделялись Одесской Мирской Радой не Одесский ТЭЦ, а КПТО «Теплопостачание Міста Одессы». Насколько мне известно, на данный момент, КПТО «Теплопостачание Міста Одессы» не перебывает в процессе прекращения. Хотя говорят, что ему тоже грозит на эту процедуру, потому что там масса долгов. Процедура эта уже, в соответствии с законодательством, должна проходить. У нас есть закон о восстановлении платы спроможности борожника, або признание его банкротом, в соответствии с которым проводится такая ликвидация банкротом. Однако, что до выделения, безусловно, коштей КПТО «Теплопостачание Міста Одессы», то, соответственно, скликание этой позачерговой сессии, оно было законным, то предбачается законом про местное совместирование в Украине, такое скликание сессии, и решение таких нагальных вопросов, оно также есть законным. Что до того, куди підуть дальше эти деньги, это уже, как сказали, взаимодействие двух юридических осіб, и там будут свои тонкости и разные свои певные аспекти. А на рахунок того, взагалі, чи навіть чисто теоретично, вот вы, призвучала думка, что, чем можно взагалі виділяти грошевые деньги, то, соответственно, если бы выделить особи юридичную, яка перебуває на стадии банкротства, то тут також питание неоднозначное, дейсно. Взагалі, законом про відновление противоспороженности Боржника або визнание его банкротом у нас предбачается таке, что засновники, участники, акционеры Боржника або, например, властники майна або повноваженные особи на распоряжение таким майном, також туди входят и центральні органи виконавчої влади, и, соответственно, органи влади Автономної Республики Крим, и також органи місцевого самоврядувания, они зобовязаны докладать всіх зусиль для того, чтобы запобегать, соответственно, банкротству Боржників. Тобто, они, такие органи, как органи центральной влады и органи місцевого самоврядувания, в данном случае это будет Одесская Міська Рада, они входят в число тех органов, которые должны заниматься такими вопросами, и, даже если бы тут было прямое выделение, не вникаючи в какие-то уже какие-то детали, будет многоаспектное вопрос, его нужно также исследовать, но полностью ответить на то, что оно будет противоречить законодательству или нет, тут невозможно. Я понял. Давайте, смотрите, я уже коснулся темы альтернативы. Существовало у экспертов мнение о том, что город объективно, либо субъективно не занимался строительством небольших котельных, которые могли бы теоретически заменить ТЭЦ, ну и в отношении модернизации в том числе. Почему город, по вашему мнению, не пошел по этому пути? Вот я знаю, что мнение профильного заместителя городского головы господина Орловского, который категорически противник этой теории. Но мне кажется, что строительство небольших котельных в центре города могли бы компенсировать недостатки, мягко скажем, работы вот такого монстра, как Одесская ТЭЦ. — Понимаете, что это очень сложная проблема. Начнем с того, где вы возьмете землю для строительства этих котелин. Это первая проблема. Ни один житель не захочет иметь у себя во дворе эту котельную, которая там будет коптить. Это первый вопрос. Второй вопрос. С экономической точки зрения тоже нужно понять, насколько эффективны они будут по сравнению с централизованной системой теплоснабжения либо вообще с автономной системой. Мы не должны исключать возможности установки автономных систем просто на дом либо на группу домов в виде крышных котелей. Ныне себя, по крайней мере, закомендовали очень эффективно. И сегодня себестоимость производства одной гигакалории тепловой энергии крышными котельными где-то процентов на 30 дешевле, чем... — Но это сложно в центре города, на двухэтажных, трехэтажных домах, с девятнадцатого... — Я не говорил, что на каждом доме нужно сделать. Это можно сделать на крышную котельную, которая... Решая проблему с системой отопления, мы еще должны думать об экологии. Если мы натолкаем этих котелей на уровне земли, куда будут уходить продукты сгорания? К вам в квартиру. То есть ее нужно как минимум... Рассеивание продуктов сгорания и так далее. То есть это сложный процесс. Но альтернатива ему, конечно, есть при желании. Но я думаю, что проблема в другом. Мы поставили очень глобальную проблему модернизации системы теплоснабжения города. Мы сегодня не имеем программы... — Это непосредственно задача местной власти. Вот смотрите, значительно проще решить проблему энергосбережения в существующем жилом фонде, чем строить новые мощности. Не надо новых мощностей, если понизить объемы потребления тепловой энергии в существующем жилом фонде. И понизить его можно не очень напрягаясь до 50%. Мы можем просто понизить объемы потребления и отключить эту ТЭС вообще к чертовой матери. — Это возможно? Вы специалист по энергосбережению. — Да, я понимаю. Полностью отключить ТЭС, я думаю, не получится, потому что в любом случае останутся те дома в центре те же самые. — Нет, ну сети использовать, а как источник освободиться? — Я думаю, в будущем это вполне может быть рассматриваемо. Тем более, что у нас дома уже начали процесс модернизации, многие уже получили кредиты. Это позволяет им за минимальную сумму делать утепление максимально возможное в своем доме. То есть это должны сами жители дома, создавшие там ОСД, например, добиваться того, чтобы им были проведены те либо иные работы. Это как один из вариантов. — Не согласен с коллегой. Я думаю, что это задача государственная, а не жителей города. Государство непосредственно должно вмешаться в этот процесс, выделить деньги на энергомодернизацию жилого фонда Украины. Потому что пока мы будем ждать, пока люди возьмут кредиты, соберут деньги и что-то сделают, мы останемся без тепла. — Тем не менее, в условиях процесса децентрализации, в том числе, в первую очередь, финансовой, у нас чиновники. Сегодня на сессии, в частности, звучал вопрос о том, что бюджет города немаленький. Он возрос за последние годы в связи с проведенной децентрализацией. Но в контексте звучала эта фраза того, что 95 миллионов, несмотря на это, все равно крупная сумма. Но, тем не менее, город мог бы заняться этим вопросом. Но как-то мы не видим подвижность к этому направлению, мы видим какие-то ситуативные выпады, как-то собраться на внеочередную сессию для того, чтобы вкинуть куда-то какие-то миллионы. Это миллионы, это десятки миллионов гривен, которые, я думаю, люди не представляют, сколько. Это, наверное, сумма, чемодан денег, я не знаю, представляете, да? И город вот так вот им раз-раз-раз. Как так? Я говорил, что вся беда в том, что отсутствует стратегия как нового государства, хотя и принято вот сейчас два новых закона по фонду энергоэффективности, по энергоэффективности Будивель, да? Законы приняты, они не работают по сегодняшний день. И не собираются их запускать в работу, как я понимаю, кабинет министра, по крайней мере. То есть я не вижу со стороны государства напрямую заинтересованных лиц, которые действительно хотели бы что-то изменить в системе теплооснабжения городов. Я не вижу. Вот принимаются законы, они лежат. Приняли законы фонда энергоэффективности, ни одной копейки в фонде не поступило. Потому что эти деньги будут делить не чиновники, а общественная рада. И денег туда добро не дадут. Я думаю, тут проблема намного более глобальнее, к сожалению, для нашей страны. Получается такая ситуация, что этот фонд не могут запустить, потому что не знают, как точно его потом реализовать. То есть да, есть закон, несколько даже написали, то есть есть два подзаконных акта к нему. Но по факту вопрос реализации, как это будет происходить, у нас до сих пор, к сожалению, не ясен. То есть те же самые энергоаудиторы, которые должны будут проводить энергоаудит домов. Кто эти будут люди, кто им будет оплачивать эти услуги? Это будет либо с фонда, госфонда отплачиваться, либо с дополнительного фонда энергоэффективности. Либо это обяжут самих людей, как изначально в тексте закона, вы знаете. Сейчас тоже эта услуга существует, я так понимаю, она как-то кватируется. Но, тем не менее, государство покрывает какую-то процент стоимости вот этого энергоаудита. Или это все-таки ложится полностью на плечи абонентов? Ничего государства не покрывает. Хотите провести энергоаудит? Заказали частной энергоаудитерской компании, чтобы они это сделали. Они провели, заплатили им полную сумму, которую они запросили. На текущий момент эта сумма не возмещается. И вопрос еще в том, насколько вообще необходимо проводить энергоаудит в целом, если понятно, что в принципе дом, если брать центр города, понятно, что там нужно весь его просто утеплять, потому что там по-другому никак. И каким образом это утепление проводить в старом жилом фонде, если он в большинстве случаев, к сожалению, уже почти разрушился. Особенность исторической части города, как бы есть такая проблематика. Кроме того, вопрос модернизации всего жилого фонда, это те же колоссальные суммы, даже больше, чем эти 95 миллионов. Потому что представьте, что у нас в Одессе больше 8 тысяч жилых домов. На все эти 8 тысяч домов, получается, у нас нужно будет выйти определенные средства из бюджета. Даже учитывая, что у нас в бюджете сейчас есть колоссальные суммы, которые до сих пор еще не задействованы, я думаю, что... Которые не осваиваются до конца года. Не осваиваются до конца года. Сейчас опять возникла проблема к отцу года о том, что не все деньги могут быть освоены. Совершенно верно. Ну, как бы, надо придумать, куда их девать, да, опять. Понятно. Это сложные, кстати, процедуры, тендерные и прочее, прочее, это бюрократия. То есть, например, утеплять весь жилой фонд сходу, это будет нерентабельно для своего гурсовета и непонятно для людей, а почему этот дом утеплили, а мой рядом стоящий нет. То же самое, что мы наблюдали систему установки теплощетчиков, и так далее, то, что делает гурсовет. Поэтому нужно каким-то образом разработать, наконец-то, стратегию утепления домов, либо вообще модернизации системы отопления в целом на город хотя бы. То есть, на это возможности, на самом деле, у города есть. То есть, заказать у специалистов разработку определенной системы, модернизации системы отопления всех домов. Давайте по цифрам. Да, то есть, 95 миллионов, напомню, было выделено теплоснабжением для покрытия долгов перед нафтогазом. Если мы говорим об этом проекте, о энергоизбрежении, сравнима ли эта сумма с 95 миллионами гривен? Небо на порядок выше. На несколько порядковой разницы. Да, выше. Да, конечно. Ну, понимаете, 95 миллионов, в принципе, небольшие деньги. Это небольшие деньги. Потому что в проекте на энергомодернизацию теплоснабжения практически города Одессы предусматривался почти 783 миллиона. Ну, порядок выше. Вот, почти миллиард. Поэтому 95 миллионов – это не такие сильные критичные деньги. Другой вопрос. Надо задать следующее. получить ответ. А почему эти долги образовались? Кто? Это глубинный вопрос. Вот, ответив на него и приняв необходимые действия, чтобы этого не было, тогда у нас не будет повторяться эта история. А так, из года в год мы должны планировать 95 миллионов на покрытие чьих-то долгов. Я отвечу. А. Тарифы. Б. Менталитет. Тарифы высокие. Ну, видите, вы наоборот. Я все-таки оправдываю, оправдываю. И третье. Ничего не делаем для того, чтобы люди начали платить меньше и потреблять тепла. Вот это ключевая проблема. В связи с повышением тарифов, ваш прогноз, долги будут накапливаться? Либо все-таки санкционные меры, которые принимаются со стороны государства, там, будь то начисление, не знаю, пени, там, сейчас... Да ничего не понимается. В Киеве началась практика, да, списание долгов, швангарских счетов. Будут расти долги? Будут расти долги по многим причинам. Первая причина. Государство построило судебную систему, где истец практически не может обратиться с исканием своих долгов. Сейчас, с следующего года, вы только через адвоката сможете обратиться в суд. Это первое, что сделала судебная система. То есть, отстранила кредитора от возможности получить свои долги. Второе. Лишила, написав в законе, что нужно взыскивать пеню, не запустила механизм взыскания тони. Государство делает все возможное, чтобы долги накапливались, и при этом повышает тарифы. А при этом, продекларировав о теплых кредитах для населения, прекратила финансирование. Сегодня вы не можете взять кредит банки и поставить себе энергосберегающие окно. Денег нет. В этом проблема. Нет системной, или есть система, которая не дает просто экономить в Украине. Я не могу понять, что происходит. Тут еще добавить стоит, само население богаче не стало. То есть, повышение тарифов, это как бы хорошая норма, как по мнению МВР, для того, чтобы, возможно, вернуть наконец-то долги Украины. Но, в то же время, само население богаче не стало. Нет возможности эти тарифы платить по той сумме, которую сейчас пытаются внедрить. Мы уже как бы внедрили власти. И, соответственно, здесь очень много, на самом деле, вопросов, на которые у нас практически почему-то нет ответов на основании того, что... Ну, у нас альгархическое государство, будем говорить, как оно у нас происходит. У нас, соответственно, есть несколько людей, которые этим всем вопросом управляют. И до тех пор, пока это происходит, не может население развязать себе руки и делать то, что они желают на самом деле. Кроме того, к сожалению, есть такая проблема, что само население, сами люди, проживающие в этих домах, они не активны в большинстве своих случаев. И они не готовы выходить и требовать от властей исполнения своих обязательств. Это тоже одна из таких проблем. И поэтому у нас и повышают тарифы, поэтому у нас и низкие зарплаты, поэтому и, собственно, так плохо все у нас работает. Потому что люди сами не могут выйти. Там единицы. Есть те, которые готовы бороться, выходить. Мы в том числе выходим, постоянно как можно больше помогаем людям. Но если человек не хочет, ну нельзя ему помочь. В этом эфире уже прозвучала мысль о том, что, скорее всего, город настаивает на том, чтобы ТЭЦ перешла в коммунальную собственность. Нужно ли городу вот этот балласт, ну, может быть, это некорректно сказать, не балласт, а вот эта груда металлолома, которая была построена в 1950 году и с тех пор практически существенно не модернизировалась? Ну, в том виде, как она есть, она городу не нужна. Как мы понимаем, если ее довели до банкротства, значит, туда никто ничего вкладывать не будет и развиваться и модернизироваться она не будет. Даже если получит свою собственность. Мы понимаем, что это миллиарды, миллиарды на реконструкцию, на модернизацию. Понимаете, давайте вспомним, вот у нас есть на школьный, школьный там, микрорайон, да? Вот там сделали котельную. Прекрасно. И при том пришли спонсоры за выбежные и практически... То есть, не ошибаюсь, что шведская компания... Да, в 2007-м было бы желание. Я думаю, что если будет возможно забрать, надо забирать. Город не должен зависеть от посторонних факторов, которые влияют на... С одной стороны нужно забрать, с другой стороны городу она не нужна. Ну как так? Что это будет? Тепло нужно. Не, нужно, а... Земля из города нужна. А как город правильно свечет? И обслуживать вот эту груду металлолом? У нас сегодня сети груда металлолома процентов на 80 все. От того, что они там подключены к теплоэлектроцентрали либо к теплопостачанию Мистер Одесса, они не стали лучше. Мы с этой проблемой будем еще жить много-много лет. А проблема есть. А главная задача это обеспечить людей теплом. И эту задачу нужно решить в первую очередь. Ну, в таком случае какая юридическая процедура отказа от статуса акционерного общества и перевода ее в собственность городской громады. Вот как это может происходить в ближайшее время свидетелями чего мы можем стать в самое ближайшее время? Судя по всему. На данный момент питание таки довольно таки на него ответ однозначно думаю, не вдастся мне надати. Однако одесская ТЕЦ воно есть саме зараз на стадии банкротства а безпосередньо на стадии ликвидации. Ликвидация чего? Это ликвидация підприемства загалом. То есть это ликвидация борожника. То есть могут его распилить на метал? По сути было решение что такое банкротство? Зараз я вам поясню что такое банкротство. Дивіться было решение в грудні 2016 про то что запускается ликвидационная процедура с приводу Одесского ТЕЦ и надается в рамках такой процедуры 12 месяцев для того чтобы довести эту процедуру до конца. Что до того чи ця процедура может быть продолжена чи не может быть продолжена это чисто теоретичное питание того что загалом она как бы продолжена не может быть однако в нас Господарский процессальный кодекс Украины передачка , что там есть 1 rear строк есть процессальные строки установлены судом а есть строки установлены законом и соответственно строки установлены законом могут быть уже но и судом могут быть продолжены и Мы спостеряем, что, в целом, судовая практика в таком русле складывается так, что судами, в принципе, такая процедура может быть продолжена еще на другой строк. В целом, в целом, процедура банкротства, она не очень швидкая, она очень долго тривала, оскольки она складывается из несколько этапов. Сначала это будет, соответственно, распоряжение майном, потом это будет, соответственно, процедура санации, также в конце это будет ликвидационная процедура. И на каждую из таких процедур, как бы структурных элементов, дается свой час. И вот, например, только процедура санации, что становится судьбой, ну, всю систему заходов, что до восстановления плата спроможности брожника, она, например, становится 6 месяцев, однако она может быть продолжена до 12 месяцев. Это процедура одна из... То есть вы говорите о том, что вся эта процедура банкротства и вся эта, прошу прощения за такое арго тягомотина, да, с ситуацией с Одесской ТЭС может длиться еще годами? Ну, я не знаю, насколько я скажу. Ну, мы сроками, ну, чисто теоретично, как бы, спираючись на законодавчие нормы, вот у нас есть четко установленные строки, однако неоднозначность в данном аспекте, что до того, что такие строки могут быть, соответственно, продолжены, они приводят до того, что действительно такая процедура ликвидационная может триваться еще некоторый час. В нынешних условиях в стране возможно ли ситуация, когда, допустим, после банкротства, после санации Одесской ТЭС придет какой-нибудь добропорядочный инвестор, вложит огромную сумму денег в Одесскую ТЭС, модернизирует ее, мы получим качественную услугу, ну и, соответственно, будем платить больше за то, чтобы, да, компенсировать все те затраты, которые он вложил в эту ТЭС. Такой вариант возможен в обозримом будущем? Как Вы считаете? Ну, считаю, что маловероятно. Согласен. По одной простой причине, что социальная составляющая услуги, тепло, сегодня по закону не может в отопительный сезон быть отключена даже при наличии долгов. То есть законодатель не создал условий для того, чтобы пришел инвестор и вложил деньги в это направление бизнеса. В электроэнергию – да. Ну, видите, у нас электроэнергию, там, борьба идет за облэнерго. А вот за теплопостачание – не очень. Потому что не созданы правовые основания для того, чтобы кредитор получил свои деньги назад. И следствие этого, банкротство этого предприятия, это оттуда ноги выросли из-за неплатежей. И они не могут их взыскать. А мы строим систему, которая ограждает должника от взыскания в судебном порядке. А за электроэнергию должника можно… Можно отключить, наверное, а там нельзя. А то, что говорили, можно отрезать батареи, там, принудительно, это все-таки незаконно и на это рассчитывать не приходится? Нет. Дом может отказаться. То есть… Дом может, один дом, если все… Он может отказаться и перейти на другой источник энергии. Совершенно верно. Да, но просто прийти и отрезать за долги от тепла никто не имеет права в отопительный сезон. Ну, да. А какие-то другие меры государство может предпринять против тех, кто задолжал крупные суммы за тепло? Понимаете, за границей такой проблемы нет. Просто с чего мы ведем? Я не хочу, чтобы мы в этой программе агитировали за то, чтобы в начале отопительного сезона люди перестали за него платить. И в следующем году мы получим ситуацию, при которой весь город будет без тепла по этой же причине. Остается процедура юридическая, можно подать иск в суд и разыскать эту задолженность через судебную процедуру. То есть это единственный на самом деле юридически обоснованный факт, который как бы работает и он применим. Хорошо. Давайте все-таки мы подведем итоги интерактивного вопроса. У вас включили отопление? Звучал он следующим образом. И попрошу ответы мне озвучить. Придется мне обернуться туда на экран. 80% одесситов пока еще сидят с холодными батареями. Это для наших телезрителей. Понятно, что вопрос не репрезентативный, но тем не менее, о чем это говорит? Плюс 3 градуса температуры. Приказ о начале отопительного сезона подписан мэром? В Одессе он стартовал. В Одессе он стартовал. Тогда вопросы. Тогда вопросы. Согласен. Спасибо, уважаемые эксперты, за то, что приняли участие в нашем эфире и обсудили актуальную тему. Сегодня, напомню, мы говорили о том, что город собрался, городской совет собрался на внеочередную сессию, на которой было принято решение о выделении 95 миллионов гривен теплоснабжения у города Одессы для покрытия долгов Одесская ТЭЦ перед нафтогазом, для того, чтобы 300 тысяч одесситов в центре города почувствовали тепло в своих домах. Спасибо еще раз. Оставайтесь с репортером. Счастливо увидимся.